Масштабных стихийных бедствий не было, чтобы изменила жизнь миллионов людей по всей Европе. Но изучая материалы в библиотеках и музеях, я заметил странность, несоответствие нарисованных картин и фотографий. На картинах художники изображали города, полные жизни, бытовые сцены и жизни города, множество людей. Фотографии были противоположностью картинкам. Пустые улицы, безжизненные пейзажи, покинутые города. Официальные документы, такие как переписи населения, противоречили фотографиям. Я приведу примеры из Австро-Венгрии, Российской империи, Пруссии, Италии и Великобритании. Вена Панорама Вены сделана с южной башни собора Святого Стефана. Это высочайшая точка Вены, более 100 метров. На фото нет людей, нет конных повозок, улицы пусты. В 19 веке готовили еду на дровах, даже в городах. В каждом доме был дымоход и печь. Но на фото нет ни одного дымка, что немыслимо для полумиллионной Вены. На Дунае несколько кораблей, которые управляются людьми, и все. Больше людей нет. Где же 476 тысяч человек? В центре города не души. Солнце на западе, короткие тени. Вторая половина дня. Огромная столица большой империи опустела в разгар дня. Для скептиков, которые будут утверждать, что люди есть, но возможности фотоаппаратуры были слабые, и фотоаппарат не мог запечатлеть на фотографии движущуюся фигуру человека или конную повозку, привожу такое фото примерно того же периода. На переднем плане размазанный силуэт конного экипажа. Выдержка фотографии 3-4 секунды. И за это время кони проехали расстояние больше своего размера, поскольку размазались на фотографии. На заднем плане конный всадник стоит на месте, поэтому он более отчетливо виден. Таким образом, на фото видны все фигуры, те, которые в движении, у них просто размазан силуэт. Если посмотреть на другие фотографии того же периода, то людей очень мало. Одна из центральных площадей Вены, Карлплац, для полумиллионного города просто обязательно кто-то должен находиться там. Одна фигура человека. Абсолютно немыслимо. Прага и Бурно. Гораздо скромнее по площади и численности населения в этот период в столицах Богемии и Моравии. Но все равно это крупные города Европы того периода. Центр Бурно. Красный костел. Опять пусто в городе. Нет ни четких фигур, ни размазанных фигур в движении. Пусто в 60-тысячном городе. Нет признаков жизни. Фото сделано на следующий год того же Красного костела. На переднем плане три фигуры. Неплохой перерост населения за год. Видно, что люди спокойно стоят и никуда не торопятся. Окружающая безлюдность их не беспокоит. На картинах художников Бурно изображен как полный жизни город. Множество народа на улицах, сцены из городской жизни, а фотографии говорят об обратном. Кто-то нас обманывает. В Праге та же ситуация. Мосты в городах, которые расположены на реках, всегда играют важную роль. Они всегда полны людей и возле них всегда оживленно. Мост – это бутылочное горлышко, которое собирает горожан, чтобы переправить на другой берег реки. Карлов мост – это центр старого города и в этом месте всегда многолюдно. Но на фотографии мы видим только двух человек. И, возможно, одну повозку, запряженную конями, на огромной скорости, силуэт которой размазался по фотографии. И это на всю Прагу. 140 тысяч человек. Смотрим на набережную другого берега. Пусто. На Вултаве тоже нет лодок. Удивительно. Вторая фотография Карлового моста тоже изображает пустой город. Лишь одинокая повозка с людьми оживляет фотографию. Нет ни дымка из трубы, ни гаража на улицах. Где же все эти тысячи человек по переписи населения? А вот так рисуют художники это же место. Картинка датируется этим же периодом. Не правда ли сильно отличается? Вильнюс. В городах Российской империи происходило то же самое. Кафедральный собор Святого Станислава. Обычно кафедральные соборы притягивают множество верующих. Люди стремятся по личным делам попасть, и поток таких людей постоянен в любой день года. Молитва, причастие, крещение. Также соборы привлекают множество попрошаек. Но на фотографии пусто. Как будто людям перестал быть нужен собор. Невероятно. А вот так изображает это место художник Василий Садовников. В 1854 году. На рисунке все есть. И попрошайки, и верующие, и прохожие. Снова кардинальные различия между вымыслом художника и фотоснимком. Столица империи на фотографиях выглядит совсем не такой, как говорят цифры. На фотографиях вы не встретите те полмиллиона человек, которые по официальным сведениям проживают в столице. Вы не встретите и сотни горожан. Лишь поодиночке встречаются горожане. И это в центре города. Пустые мосты и площади. Улицы и проспекты. Набережные и соборы. Столица Санкт-Петербург похожа на столицу Вену. Такое же количество населения. Количество зданий. Площадь города. И точно так же пусто. Возле Николаевского дворца никого нет. Даже охраны. Троица Измайловский собор не нужен верующим. Возле собора ни души. На Адмиралтейской набережной один человек стоит. Еще четверо людей в лодках. И это все население Петербурга. На противоположном берегу университетская набережная, на которой ни души. А вот так рисовали университетскую набережную художники. Не правда ли отличается? Десяток разных лодок, в которых множество людей. Люди заняты своими обычными делами, они просто стоят. Совсем разные люди получаются. Мосты в Санкт-Петербурге тоже никому не нужны. Мосты стоят пустые, без пешеходов и конных повозок. Самое оживленное место в Санкт-Петербурге, по фотографиям, это церковь Вознесения. Немного в стороне от центра города, 4 конных экипажа и 4-5 человек. Ни о каких 538 тысячах человек не может идти речь. Фотографии взяты из фотоальбома. Там более 50 снимков. Вы можете самостоятельно посмотреть и посчитать счастливчиков, живущих в пустой столице Российской империи. Берлин. Французская церковь, часть улицы Ягерштрассе, в центре Берлина. Это самый центр города. Опять никого на улице. Лишь один бездельник, который ничем не занят, и лакей с лошадью. Вдалеке еще один берлинец. Немного для центра города, 524 тысяч человек населения. Дворцовый мост в Берлине. Опять никого не привлекает. На реке Шпрее нет лодок. Пусто в центре столицы Пруссии. Рим. Вид на центр Старого Рима с холма Палатин. На переднем плане уже привычная пустота. Солнце на западе, вторая половина дня. В городе печи не топят, и дым не идет из труб. В городе не пекут хлеб. Это вполне логично. Не для кого. Город пуст. Хорошим примером будет площадь колонна. Вот так она выглядела в 1860-е. Только два человека. Они в движении, и поэтому фигуры их смазаны. По снимку. И вот так выглядела площадь колонна спустя 20 лет. Разница ощутима. На фотографии около сотни человек. Лондон. Совсем по-другому выглядит Лондон. Улицы полны народа. Конные экипажи. У многих может возникнуть мысль, что датировка лондонских фотографий неправильная. Или датировка фотографий континентальной Европы неправильная. Но эту теорию можно отбросить как несостоятельную. По причине авторства. Человек не может заниматься фотографией после своей смерти. Вот фотография, где рабочие сооружают ветку лондонского метро. На фотографии 30 человек. Намного больше, чем мы видели ранее. Неизвестная улица Лондона. Опять множество народа. Десяток конных экипажей. На тротуаре множество людей. Рынок на Коммент Гарден. Видим, что действительно это рынок и идет активная торговля. На каждой фотографии десятки людей. Темпл бар на Флит-стрит. По этой фотографии понимаешь, что население Лондона 1860-е. Было 2 миллиона 800 тысяч человек. Это 5 с половиной Берлина или Петербурга или Вены. Ворота Святого Иоанна. Фотографии пустынных улиц Лондона вы не найдете. Всегда будут присутствовать люди на снимке. Согласно официальной истории, в середине 19 века Англия вырвалась вперед в экономике и техническом прогрессе. Все остальные страны Европы и мира были бессильны и догнали Англию только к 1900 году. Вам не кажется, что это как-то связано с наличием и отсутствием людей в городах? У англичан раньше появились люди в городах, поэтому они захватили первенство. Остальные европейцы позже пришли в города, поэтому отстали от Англии. Как только в 1900 году экономика и технический прогресс сравнялись по всей Европе, Англия больше не вырывалась вперед. Для скептиков и сомневающихся, что это все чушь, мне возразят, что существует много фотографий, где полно народа в выше названных городах. На это я отвечу так. Почему же все-таки существуют фотографии без людей? И могут ли они отличить на фотографии 60-х от 70-х? Ведь датировка фотографий условна, и ее можно незаметно изменить для сокрытия правды. Даже профессионалы не смогут по снимку точно сказать, какое десятилетие. Много фотографий континентальной Европы, которые я использовал, не имеют авторства. Музеи подписывают их как аналитики.